Качество атмосферного воздуха на постоянном контроле. На это упирает сегодня межрайонный природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев. Мониторят как со стационарных постов, так и с передвижных. Стационарный, например, есть у служб Росгидромета Роспотребнадзора. А у регионального Минприроды есть и те-те. А еще Рязань периодически навещают сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений. Загрязнение воздуха в городе Рязани не носит ежедневного систематического характера. То есть на стационарных постах в регулярном режиме они не фиксируются. Да, бывают разовые выбросы. Они вызваны, скорее всего, технологическими процессами на предприятиях. Выбросы сероводорода из редка формальдегида и фенола фиксировали в Турлатово, Дашково-Песочни, Строителях и Недостоево. Сейчас природоохранная прокуратура вместе с контролирующими органами очерчивает круг предприятий, которые эти выбросы могли производить. В текущем году по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, например, в Московском районе, проведена проверка Минприроды компании «Софьян». В результате там выявлено нарушение закона, в связи с чем хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности. «Софьян» находится на территории одной же промышленной площадки вместе с заводом «Русская кожа», в отношении которого на этой неделе завершена проверка Росприроднадзора. Также выявлено нарушение, в том числе, законодательства об охране атмосферного воздуха. Вячеслав Шерстнев добавил, что предприятия могут обжаловать все в административном порядке. А тем временем контролирующие органы продолжают проверки. Например, Росприроднадзор уже закончил одну из них в компании «Экостройцентр», что рядом с селом Редькино. «Прокуратура до настоящего времени проводится проверка крупного завода. Это завод ОТехно, входящий в компанию «Николь». Результаты будут позднее по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха и полного изучения всех документов компании». Наказание – административный штраф. Если вред значительный, превышение ПДК зафиксировано на источнике и в жилой зоне, то это уже 251-я статья Уголовного кодекса «Загрязнение атмосферы», – говорит прокурор. Впрочем, пока по этой статье никого привлечь не удалось.